Действительно, меня зовут Руслан Куваев, мобильная рекламная платформа BIT. Также я веду две передачи на радио, связанные с мобайлом. Это мобильная среда и мобилизация. Мобильная среда — это спикеры у нас, гости из крупных брендов, рекламных агентств, а мобилизация — разработчики мобильных приложений, различные стартаперы, все, что связано с приложениями. Давайте... Я очень люблю начинать с конца, и хотелось бы, наверное, услышать от каждого из вас, зачем вы сюда пришли вообще, были ли вы на вчерашнем дне, что вы слышали, что не услышали, что вы хотели бы услышать, что вам непонятно из сферы мобайла или мобильного программатика, и просто, ну, немножко познакомиться. А кто может микрофон давать? Я. Да. Давайте по очереди. Вот, молодые люди. Ну, так, несколько самых приятных. Вы самый приятный. Да, имя все равно неважное, никто не запомнит. Я просто расскажу двух слов. Не, имя очень важно. Хорошо, меня Александр зовут, она с охраной компании «Тикс». Я вообще по направлению SEO, но сижу, как бы, и вчера, и сегодня в мобайле, потому что для меня эта тема более интересная. И мне кажется, что именно здесь что-то происходит в отличие от SEO, где четыре года фильм меняется. Вот. И, собственно, все вот эти вещи, как там «Требита», «Грегата» и «Программатика», они интересны с точки зрения квадратизации рекламных вещей, и внешние потоков, и так далее, и потому, ну, поэтому ездить. Спасибо. Александр, компания «Фикс» говорит, что SEO диджитал умер. Спасибо. Нечего? Хорошо. А кому есть? Кто-кто может представить? Кто-кто вчера был вообще на дне? Ну, я, собственно, не знаю. Ну, хорошо, отлично. Давайте. Ну, собственно, я здесь, потому что мы разрабатываем мобильное приложение. Какое? Вообще много. А, вы разработчик, да, студия? Ну, и что думать по поводу мобайла вообще? Ну, мобайл все равно, как говорят, сейчас. Да. И это, там, платформа, с которой надо начинать. Круто, спасибо, спасибо. А девушки? Вот очень интересно девушек послушать. Зачем они пришли? То есть активная девушка в красном. А, я сегодня после вас не буду выступать. Меня зовут Ольга. Ну, короче, спикеры, да, только остались. Да, но интересно послушать про мобильную программатику, потому что, если честно, я в него не верю, так как я перепробовал очень много. Да. Никто в нас не верит. Есть опасения. А, наверное, не верит в рост. После четырех лет на вебе неудачного опыта. Есть. Уже весь яком обвалился. Спасибо, Ольга. Нет? Ужас какой-то. Не надо. Да, кто у вас еще... Да, вот, да. Кто у вас еще смелый? Видите? Конечно. Меня зовут Ольга, тоже компания Фикс. Почему интересно мобайл? Ну, потому что хочется этим заниматься. Вижу перспективу именно в этой сфере. Все умения интересны. Ну, соответственно, интересно послушать ее... А почему там больше людей? Как ты думаешь? Там зал комфортнее. А-а-а... Отъект ресурс. Понятно. А здесь что, дует или что? Нет, почему дует? Ну, просто поздно. Тоже здесь нормально? Да, здесь нормально. Хорошо. Спасибо. Ну, еще кого-нибудь одного? Так. Вот новый человек. И вот еще. Ваней. Ало. Здрасте. Здрасте. Меня Михаил зовут. Очень приятно. Приехали сюда, мы были вчера, сегодня. Ну, мы действительно приехали по решениям. Нужно ли компании мобильное приложение? Это сеть кинотеатров. Угу. Думаю, вот повлияет на продажи, сколько мы сможем продавать. Вы хотите найти компанию, чтобы сделать мобильное приложение, да? Найти, я думаю, не так сложно, просто нужно ли. То есть нужно ли эти выделения и приступление кольца? Ну, пока вот на один город, например, продается она через онлайн, через сайт. Там около трех-четырех тысяч километров в месяц. А в процентном соотношении это сколько от общего количества? Десять. Десять процентов? Десять процентов. Ну, это с тренировки, статистик. Десять. И повлияет ли мобильный запуск мобильного приложения, вот здесь в Казани, например, на продаваемый приезд? Там интересно, там интересно, все, 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 все. Да, повлияет. Уходите. Ну, смотрите, мобильное приложение – это инструмент долгосрочной коммуникации с лояльной аудиторией. То есть, если сеть кинотеатров, мне кажется, в вашем случае очень подходит, потому что люди зачастую ходят в один и тот же кинотеатр. Он либо ближе к работе, ближе к дому. И задача, ваша задача – увеличить количество этих походов в кинотеатры. То есть, если они в среднем ходят раз в месяц-два, то, например, если у нас премьеры по четвергам, то какой-то процент людей мотивирует приходить в четверг. Какими-то спецпредложениями, анонсами. Потом для кинотеатра очень актуально сегментирование аудитории своего мобильного приложения. То есть, если вы видите, что через ваше приложение вот эти люди покупали на мелодраму, скорее всего, девочки смазливые, то им стоит перед премьерой какого-то фильма похожего заранее пропушить именно, ну, пушь уведомлениями, что смотри, а вот такой выходит, тебе тот понравился, приходи к нам, там, билет со скидкой. Поэтому ваше... Я бы делал, как бы, не дай. Да, да, благословляю. Здравствуйте, ребята, я приехала из Игдая. Ни хао. Ни хао. И я приехала из Альбабей, мобайл-группа. И вот я приехала сюда, ну, на самом деле, это я первый раз здесь, и участвовать в российских конференциях в этой индустрии. Я пришла сюда, чтобы послушать, о чем рассказывается ребята в этой индустрии, и с одной стороны тоже познакомиться с ребятами в этой индустрии. Так что я надеюсь, что я могу открыть компанию Альбабей, но о чем пути мы можем помочь вам и сотрудничать. А, кстати, у нас есть офис в Москве, и у нас есть ай-экспресс, если вам нужна, но, наверное, я могу попробую попросить скидку в губоны для вас. Круто, круто. Наше мероприятие приобретает статус международного. Окей. Я, кстати, был ваш пиар-менеджер на передаче, Дима Лушников. Да. Ну что, давайте начнем. Спасибо большое, кто высказался. Просто кратко резюмирую о том, что, наверное, вчера говорили много спикеров, и, к сожалению, я хотел посмотреть, но звука не было в трансляции. Так. Сейчас, на данный момент, по статистике в ТНС у нас в России 62 миллиона человек – это мобильная аудитория, и из них 16-20 миллионов человек – это мобайл-онли-аудитория. То есть люди, которые свели к минимуму использование десктопов, интернета, привычного рам, и используют его с мобильных устройств. 71% людей пользовались смартфонов, 35% планшетов, и 21% еще остались с электроградой, который стоит фичерфон для выхода в интернет мобильный. По полу распределения примерно 50 на 50, тут все хорошо. И особенность, которая есть у мобильного интернета и мобайла, что у него гораздо более высокое проникновение в небольших городах, потому что зачастую небольшие региональные города, населенные пункты, не имеют, точнее, скоростного интернета оптоволоконного и используют мобильный интернет. Рынок мобильной рекламы растет, растет. Каждый год говорят, что это год мобайла, и так уже 7 лет подряд. Но на графике четко видно, что бум пришелся на период с 2014 по 2015 год, больше, чем на 100% вырос рынок. И к 2016 году прогнозируется объем, ну сейчас оценивается примерно на 27-28 миллиардов рублей объем рынка мобильной рекламы в России. Подавляющее большинство составляет контекстная реклама, Google и Яндекс. Но мобайл-программатик и медийный программатик, он тоже растет. Какая специфика у мобайла? Вы все о ней прекрасно знаете. Это размер экрана. Можно перебью на секунду? Конечно. Можно управлять здесь как-то? Нас пересадили в такой дубак прямо здесь. Меньше. Люди вот загрязают. Нет, просто это очень. Вот, супер вообще. Там регулируется. Николай, есть молоток? Там же выключили. А, выключили. Сейчас сделаем. Все. Все это тут. Сейчас, сейчас, сейчас поправить. Извините. Вроде бы, что он козлал мерзнуть. Да, что касается специфики, это размер экрана, то есть это нужно учитывать и не пытаться опыт, который у нас был на десктопе, переносить в мобайл. Потому что все по-другому, экосистема другая, форматы другие. И это то, на чем многие спотыкаются. Количество рекламы, это было до недавнего времени особенностью, потому что любая реклама в мобайле, она вызывала лав-эффект у пользователя конечного, потому что мало кто размещался. И когда какой-то узнаваемый бренд размещался, особенно с какими-то креативными интересами, это вызывал лав-эффект действительно. Ну и новые платформы, они запускаются каждую неделю практически. Кто-то мне пишет, что вот мы запустили рекламную платформу, давайте сотрудничаем. Я выдерживаю примерно три месяца. Если через три месяца они остались, то можно о чем-то говорить. И мобайл приводит нас сейчас уже к кардинальным изменениям. Наш Рунет, он уже мобильным стал. У нас больше 60% всего трафика Рунета это мобильный трафик. И это несет челленджи для рекламодателей, для маркетологов, потому что, как я уже говорил, все по-другому. Другие подходы, и необходимо очень сильно перестраиваться. То есть те, кто сейчас не перестраиваются, все, кто сидят в тех двух других залах, у них есть риск остаться на обочине вообще жизни. Вы молодцы. Да. Так, а у кого-нибудь был вообще опыт работы с мобильным программатиком? Ольга, так, ну, пессимистично настроенных не было больше, пожалуйста. А положительный? Он, кстати, вообще работал с мобильным программатиком? А кто-нибудь вообще работал? Можно ли сказать подробнее, наверное, что такое? Мобильный трафик. Да, да. А то, вообще, конспектор, как бы, определение, и вот эти, условно, тут же полно. Да, согласен. А суть, то, с улицами, вот, что он подходит. Да. Это все сделано для того, чтобы туманить головы людей, и придумываются каждый месяц новые какие-то термины. Ну, раньше был моден RTB, все говорили не про RTB, потом стал программатик, потому что те, кто приходили продавать RTB, они пару раз налажали, и уже когда клиент слышал, что это RTB, они, ну, нет, 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 вы что, не подходите сюда больше. Ну, хорошо, расскажу, что такое программатик. Специально, вот, для таких, как Александр, мы сделали понятную инструкцию, как определить вообще, что такое программатик, какие вообще виды программатик рекламы есть. И вот, если идти по этой диаграмме, по этой блок-схеме, то можно, в принципе, очень легко определить, с чем мы имеем дело. Первый вопрос, на который стоит ответить, закупается ли реклама по аукционной системе или нет. Если да, то речь идет про, как раз, Real-Time Video, аукционная модель закупки рекламы, и этот сегмент делится на две части, в зависимости от того, открытый это аукцион или нет. Что значит открытый аукцион? Это значит, что у нас неограниченное количество паблишеров, площадок, а с другой стороны, неограниченное количество рекламодателей. И они между собой торгуются. Это и есть самый популярный тип мобильного программатик рекламы на данный момент. Это Open Exchange, Open RTB, то есть, когда тут неограниченное количество и там. Второй тип, это Private Marketplace, тоже аукционная модель, но закрытое количество либо площадок, то есть, какой-то выбранный тип площадок, например, какие-то три сайта, три приложения из Татарстана объединились и продают, и решили, что будут продавать только рекламодатели из Татарстана. То есть, вот этих московских нам не надо. Это Private Marketplace. Если же у нас не аукционная модель, то есть, нет аукциона, а закупается по какой-то фиксированной стоимости, это Программатик Директ. Он тоже делится на два типа, в зависимости от того, гарантирован ли объем. То есть, мы можем зафиксировать стоимость, но вопрос, гарантирует ли нам паблишер площадка объем по этой стоимости. Или, ну, поставьте, конечно, но сколько будет, столько будет. Если гарантирован, то это Программатик Гарантик. То есть, если не гарантирован, то это просто префер дел. Вот это все, все, это примерно процентов 10, наверное, занимает. Вот это процентов 90. От всего, что есть вообще в мобайл-программатике на данный момент. Поговорим про самопопулярность, естественно, про OpenRTB, про открытый аукцион. Работает очень просто. Когда вы запускаете какое-то приложение, зачастую любое бесплатное, происходит вот этот процесс. Вот пока вы нажали открыть, моргнули, и загрузился контент, прошел очень большой аукцион. Вот эта заявка с вашими данными была отправлена на торги, что вот такой-то пользователь с таким-то гео, такого-то устройства, такими-то приложениями запустил, ну, то есть, есть возможность показать его рекламу. Нужно быстрее бежать. Передача информации. Происходит аукцион между, опять же, неограниченным количеством рекламодателей, потому что открытый аукцион. Биржа получает ставки, оценивает, выявляет победителя. Победителю сообщает, ты выиграл, давай присылай свои креативы. Рекламодатель отправляет креативы, формат, и вы в своем приложении видите рекламу. Все это происходит за 200 миллисекунд. И таких аукционов прямо сейчас происходит миллиарды. Очень много. То есть, каждый показ, каждый рекламный показ сопровождается вот таким аукционом. Я сказал о том, что происходит оценка ставок. Оценка ставок может происходить по двум аукционным моделям. Это аукцион первой цены и аукцион второй цены. Аукцион первой цены, то есть, допустим, рекламу нашего пользователя хочет показать BMW, Mercedes и Audi. BMW ставит за клик, допустим, 1 рубль, Audi ставит 3 рубля, или там давайте в долларах лучше. 10 центов, 15 центов. А Mercedes говорит, мы богатые, у нас продажи брут, мы ставим там 50 центов за клик. Соответственно, выигрывает Mercedes и платит за показ этого пользователя 50 центов. То есть, вроде бы все круто, Mercedes выигрывает, покупает всех пользователей, но по сути теряется смысл аукциона, потому что просто рекламный этот переплачивает в данном случае. Если же мы говорим об аукционе второй цены, когда у нас 10, 15, 50, то Mercedes опять же выигрывает, но платит не 50 центов, а 16 центов. То есть, вторая цена, которую ставил BMW, плюс один шаг в аукционы. Понятно? То есть, поэтому, опять же, 90% аукционов VRTV проходит по аукциону второй цены. Это нужно учитывать, потому что иногда могут приходить подрядчики не сообщать об этом, и вы просто будете ставить все больше и больше, и будет происходить так называемая медиа-инфляция. То есть, когда, что такое инфляция? Инфляция – это когда нет экономических, экономических, то есть, с точки зрения экономики не выросла стоимость этого показа. То есть, мы не стали больше зарабатывать от этой рекламы. Но за счет разогрева аукциона, за счет того, что мы ставим больше, у нас происходит повышение цен. Сейчас в России, по результатам 2016 года, медиа-инфляция в мобайле составила 2,51%. То есть, это рост цен. Кратко расскажу про другие типы. Скорее всего, вы с ними не столкнетесь. Это private marketplace. Это такое некое VIP-сообщество, о котором я говорил на примере. То есть, закрытое количество паблишеров, закрылись, сидят, никому не отдают. И, например, ставят, что мы только вот с этим рекламодателем работаем. Или вот с этим выбранным полом рекламодателя. То есть, такой некий VIP-клуб. Программатик-директ — это наиболее близкое по модели, по идее к привычной медиа-закупке, когда мы напрямую договариваемся паблишер и рекламодатель. И договариваемся об объемах, договариваемся о ставке. Но просто это все происходит через автоматизированные системы, а не через письма в Скайпе. А все достаточно оптимизировано. Вот. Лену был прекрасный доклад про данные и вообще гигдейта в мобайле. В целом, хочу заметить, что мобайл сейчас номер один генератор данных вообще в мире, который есть. Потому что наши мобильные устройства собирают и передают очень много информации о нас. Начиная от геопозиции, заканчивая тем, какие запросы мы делаем с мобильных устройств, какие приложения открываем, как много времени проводим и так далее. Тоже такой некий ликбез, просто какие данные существуют. Первичные, вторичные и сторонние, третичные, все, пейтит это. Первичные данные, это данные, которые получены от самого рекламодателя и позволяют таргетировать и возвращать покупателей. То есть, те данные, которые есть у рекламодателя. Вторичные данные, это данные, которые получаются от площадок. То есть, от тех мест, где мы размещаемся, они передают данные о показе, о пользователе, то, что у них есть. Это профили пользователей и так далее. Сторонние данные, это как раз данные от DMP, когда платформа накапливает в себе некие данные, их как-то анализирует, делает на них выводы и, например, может представлять вам профили пользователей, которыми вы можете обогащать закупку рекламы. Какие вообще есть трекинги данных и как вообще можно работать? До последнего времени единственным был детерминированный трекинг. То есть, это первичные данные, полученные от рекламодателя. И это наиболее точный вообще способ определить пользу. То есть, мы знаем, например, что это женщина, возраст, вот ее профиль, вот телефон, вот e-mail, адрес. Это данные, зачастую, самое популярное, это CRM-данные от клиентов. Но столкнулись с тем, что не всегда хватает этих данных, данные устаревают. И приходится применять вероятностный трекинг. У него точность чуть поменьше, порядка 90% попадания. Но это позволяет значительно расширять объем данных, которые мы анализируем и получаем. Сюда входят в том числе вторичные и сторонние данные. И основан на данных о геолокации, девайс-айди, операционной системе и интересах пользователя. Давайте расскажу, наверное, про кейсы, которые иллюстрируют применение как раз этих данных повышен вероятностным путем. Медиамарк, задача была анонсировать на определенную геолокацию открытие магазина Медиамарк внутри метра Cash & Carry. Внутри метра открывался отдел Медиамаркта. И нужно было людей, которые проживают или находятся рядом с этим магазином на Солёвовской, по-моему, в Москве, оповестить их об этом открытии, собственно. Была проведена кампания с точным гео-таргетингом в районе станции метро Щелковская, Первомайская. То есть синяя, красная ветка на севере. В определенные дни, то есть когда люди шли, допустим, с работы или вечером, после восьми вечера Wi-Fi подключение. То есть люди, скорее всего, находятся дома, спокойно в том, иначе они тут живут. Если они в будни, например, здесь находятся, а вечером их нет, то они здесь работают. От этого тоже зависит посыл нашего рекламного сообщения и работа с этой аудиторией. В ходе рекламной кампании производилась практически ежечасовая оптимизация креативов, площадок. Мы собирали айдишники пользователей, возвращали их, делали ретаргетинг. И в итоге удалось нам сетя с 0,89 повысить до 1,25%, то есть очень высокий сетя. И пользователи переходили на лендинг, где, собственно, могли ознакомиться. Также в это же время клиент делал замеры увеличения фуд-трафика, то есть сколько людей пришло ногами в магазин. Они зафиксировали во время рекламной кампании увеличение на 21% людей, которые приходили. И сейчас мы продолжаем практически по всем магазинам, медиамаркетам размещаться похожей механикой. Секретные оптимизации, которые были, то есть я перечислил, это таргетирование аудитории, обогащение первичных данных вторичными, то есть геолокацией. Мы знали, где находятся эти устройства с точностью до 2 метров и могли таргетировать. Настройка времени показов согласно паттернам поведения, то есть дома, на работе, на ходу или в спокойной обстановке. Регулирование частоты показов тоже очень важно, потому что если не регулировать, то можно вызвать у пользователя агрессивную реакцию на нашу рекламу. И он в принципе будет, ну то есть если показать его, например, 600 раз за день, то можно, ну, некоторые могут расстроиться. Еще один кейс интересный с брендом Черная карта. Задача была, ну понятно, кто у нас пьет растворимый кофе, это женщины, да? Задача была повышение узнаваемости бренда, увеличение продаж. Видеокомпания шла параллельно на ТВ, в диджитал и в мобильном канале. Применялись все возможные трекеры, это Genius на самом видеоролике. Мы отслеживали глубину просмотра видеоролика, то есть видеоролик можно пропустить. Мы разбили на квартели по четвертям и видели каждого пользователя, докуда он досмотрел. 25, 50, 75, 100 процентов просмотров. И также мы анализировали поведение после перешедших с видео, то есть с видео можно перейти на посадочную страницу, где еще почитать, как же делать себе растворимый кофе. Там мы тоже анализировали их поведение, процент отказов, куда они переходили, искали ли точки продаж и так далее. Результаты были очень крутые. Действительно, мы смогли точно таргетироваться на женщин, не только по вторичным данным, когда у нас есть профиль, но и по таким, такой таргетик, по интересам. То есть мы знаем устройства, на которых стоят женские приложения. Женский календарь какой-нибудь, еще что-то. То есть это практически стопроцентная гарантия, что это женщина и повезло. И, соответственно, мы можем таргетировать по интересам. В итоге мы получили CTR, по-моему, больше 12%. И это оказалось в 4 раза выше, чем вообще ожидал клиент в своих самых оптимистичных снах. И сейчас у нас идет повторная кампания уже синхронизации с выходами ТВ. Там такая достаточно сложная история. Про деньги, да, то есть сколько денег нужно, ну, тут зависит, наверное, от вас, сколько у вас есть и сколько вы готовы. Но с точки зрения рекламодателя я рекомендую всегда весь свой бюджет делить по принципу 50, 30, 20. И 20, то есть 50 мы делаем рекламу в проверенных источниках, которые уже уверены. 30 мы выделяем на тестирование тех, с кем мы работали когда-то. То есть у них переменный успех, мы что-то, они говорят, давайте больше бюджета. Мы даем второй шанс. А 10-20% выделять на абсолютно, ну, вообще на абсолютно какие-то новые, инновационные, что-то, что мы никогда не делали и, в принципе, не сделали бы, если вот не это правило. Действительно, просто тестировать что-то новое. Вот из-за этого можно начинать работать с мобильным программатиком. Огромный бюджет, не всегда показатель качественного рекламодателя. И такой залог успеха рекламной кампании, потому что можно заливать очень много и получить на выходе очень мало. Однако, естественно, чем больше бюджет, и чем больше бюджета вы обладаете для работы с мобильным программатиком, тем больше вероятность, что действительно что-то получится. А слишком маленький бюджет, он очень быстро заканчивается, и в итоге вроде подрядчик пришел, презентовался очень круто, но по факту ему не хватило денег для того, чтобы показать себя красиво. Очень важно проверять свои креативы, проверять до банального проверка трекинговых ссылок, тестирование креативов. У нас там один раз была история, что мы открутили порядка 100 тысяч кликов, переходов на сайт рекламодателя. Менеджер забыл поставить трекинговую ссылку, и у рекламодателя это все отобразилось как органический трафик. И они такие, ну круто, а где ваше размещение? А мы вот забыли, не знаю. Ну там, после этого у нас есть регламент, в котором написано «проверь обязательно». Ну это кажется банально, но он часто забывается. Что? Нет, есть. Любой может ошибиться один раз, второй раз уже это странно. Ну да, и немножко просто разбавить вот эти все технологии. Очень много говорят о технологиях, но на самом деле технологии – это только инструменты, это только ключники. Но это не сам успех, и не стоит своей целью делать, размещаться в мобильной программатике. И это не какой-то священный грааль, который подарит вам. То есть все равно нужны люди, нужны те, кто будут думать, те, кто будут оптимизировать, анализировать. И самая главная, наверное, самая сложная пока задача – это как раз разработка креативов и разработка самой рекламы. Потому что со всеми вот этими технологиями, нашими продвинутыми машинным обучением, роботы, вроде бы все за нас должны делать, но реклама, по сути, это смесь искусства и технологий, и об этом не стоит забывать, и не стоит надеяться, что мы просто закинем денег, нажмем одну кнопку, и все будет очень круто. Ну и последний кейс на сегодня – продвижение мобильного приложения «Мой Билайн» среди абонентов оператора. То есть задача абонентам – показать вот это приложение, чтобы они его установили, и потом уже с ними как раз долгосрочно взаимодействовать, там, кушать их с суперактуальными предложениями и тому подобное. Соответственно, мы можем таргетироваться по оператору связи. Мы знаем оператора каждого устройства – МТС, Билай, Мегафон, Теледва. Тут как раз такая история и была. И постбек-оптимизация достаточно простая по креативам, по источникам, по, опять же, по времени. Вот тут прям креативы… То есть разница в креативах была примерно в 12 раз в конверсии в установку. Одно и то же размещение, один и тот же трафик, одни и те же пользователи. Но где, по-моему, там самый такой мощный по конверсии креатив был, что с этим приложением ты будешь как на пляже, то есть ты лежишь под зонтиком на шезлонге и не напрягаешься, и у тебя все хорошо. Результат очень хороший. Стоимость установки 47 рублей. Причем мы показали самый большой ретеншн пользователей, то есть реальных пользователей, которые продолжали использовать приложение в там… Ретеншн, по-моему, больше 70% был на 30-й день. Вот. Это вкратце о том, что я хотел сказать. А теперь у тех, кто не успел еще высказаться, есть возможность задать вопрос. Целых три минуты. Да, 20 минут. Вот. Спасибо за презентацию, очень познавательно. Хотел уточнить, вот был кейс с черной картой. Вы сказали, что очень хорошо скаргетировались на женской аудитории по тому, какие были женские приложения установлены на смартфон. А как вы определяли, какие приложения установлены? У некоторых рекламных систем есть возможность… То есть SDK, который стоит в мобильном приложении, он собирает всю информацию о этом приложении. В том числе он собирает информацию о том, какие приложения установлены на этом девайсе. Через мобильный справа. Нет, нет, через справа. Через SDK в приложении. Он получает данные, он видит список установленных приложений, и на основе этого списка, обезличенного, он может пользователя относить к разным категориям интересов. То есть если у него стоит женское приложение, то это женщина с другими интересами. Если у него стоит приложение для кормления детей, это тоже понятно, что это женщина с новорожденным ребенком. На основе вот этих интересов, они, кстати, очень круто работают. Очень мало кто их делает в мобайле. Обычно таргетируют просто по категориям приложений. То есть мы хотим показываться в женских приложениях. Но женское приложение, тот же женский календарь, его женщина использует на 2 минуты 1 раз в месяц. То есть там очень мало инвентаря. Но, допустим, мы можем знать, что у нее стоит это приложение, но показать рекламу в ее игрушке, какой-то любимой или в другом. Еще вопросы у вас? Спасибо за доклад. Вот вы сказали в последнем кейсе, да, что retention на 30-й день, хоть и предельный, да? Ну, не очень лиц, 60%, 30-й день. Это что там должно быть такого? Ну, это мой пилайк, это пилайк. То есть они просто подсовывают постоянно или как? Ну, да, да. А каким образом? То есть я вот клиент, например, мегафонный, я не пользуюсь приложением каждый день. И, то есть, как бы, ну, такой retention высокий. Да, действительно. Это было связано с тем, что они очень активно в тот момент пушили как раз своих абонентов новых. У них была прям стратегия пуш-уведомления рассчитанная. То есть когда поставил, не просто ты попадаешь в общую массу, а вот у новых пользователей была определенная новая история. И вот этот высокий retention, он был еще связан для этого клиента. Он был связан с тем, что многие, кто делал инсталлы для этого клиента в тот же период, они как раз не таргетировались на абонентов. То есть непонятно, что это за трафик, то ли какой-то мотивированный трафик, потому что у них больше, по-моему, всех инсталлов было вообще не от их абонентов. То есть там как-то объясняли, что это, ну, так получилось. Куда был, например, мегафон, там был МТС, Теледва, что-то не точно таргетировались. И во многом за счет того, что таргетинг на оператора дал хорошую retention, да. Универсальное объяснение. Ну, так получилось. Да, да, да. Ну, наверное, да. Можно ли сказать, что просто остальные провели какую-то совершенно неадекватную компанию, как приложение от E-D-Line, они ее планировали? Да, да, да. Ну, есть просто, ну, кратко расскажу. Есть такая история, как мотивированный мобильный трафик, то есть инсталлы мотивированные. То есть это просто школьники, которым дают 5 рублей, они ставят приложение, и все, и о нем забывают, собственно. Получают 5 рублей, зачастую или удаляют приложение, или, там, если у них есть условие, что ты получишь 5 рублей только если не удалишь его 30 дней и зайдешь в него 2 раза, допустим. Это тоже усложняется. Проблема фронта в мобайле, она очень-очень агрессивная. На этой теме есть классная картинка в интернете. Сидит девочка, и перед ней, там, 30 смартфонов. Это клик-фермы. Клик-фермы, это действительно такое есть, но сейчас уже придумали поумнее штуки. Развивают. Конечно. Что, у нас последний вопрос можно еще задать, и мы перейдем дальше. А доступ, как получить систему? Сложно. Ну, есть сайт byyd.me, там можно, там есть кнопка, называется «Получить доступ». А скриншоты вообще посмотреть где-то можно, системы? Конечно. Есть на сайте, есть страница «Платформа». Платформа. Там есть скриншот интерфейса. Ну, хорошо. Да. Ну, что касается доступа, мы давали раньше доступ, мы обучали клиентов, давали рекламным агентствам, там, все просили. А есть ли у вас доступ? Ну, мы по статистике посмотрели, что из десяти, кому мы дали доступ, допустим, только один зашел, и то через неделю. Остальные очень умоляли дать доступ, говорили, что без этого не будут работать, мы им давали доступ, а они просто не заходили. А закупаете где? На каких площадках закупаете? Ну, с какими большими там компаниями? У нас интегрировано 25 крупнейших мировых ССП, которые как раз и генерируют для нас 26 миллиардов показов в месяц. На сайте, там, они практически все перечислены, сейчас я буду просто... Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Окей, спасибо, Руслан. Спасибо, я. Очень интересно, весело. Надеюсь. Все. Можете добавлять на фейсбуке Руслан Куваев. Всех добавлю, но не сразу. У тебя меньше 5 тысяч пока, что ли? Да, на 4. Успеваете, давайте. Да. Вдруг это все, закончатся, свободные места. Спасибо, все. Хорошего дня всем.